Вопрос. Беременной женщине лучше разговляться или поститься? Ответ. Хвала Аллаху. Беременной женщине предписано поститься, как и любому другому человеку. Но если она опасается за себя или за своего ребенка, то в этих случаях ей дозволяется не поститься. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал об аяте, «А тем, которые способны поститься с трудом, следует во искупление накормить бедняка». Это послабление старому мужчине или женщине, которые не в состоянии поститься. Они разговляются и кормят за каждый пропущенный день поста одного бедняка. Это же относится и к беременной или кормящей женщине, если они опасаются за своих детей. Они разговляются и кормят бедняков. Следует знать, что разговение беременной женщины может быть дозволенным, обязательным и запрещенным. Она может разговляться, если пост труден ей, но не вредит. Разговение становится для нее обязательным, если пост вредит ей или ее ребенку. Разговляться ей запрещено, если пост не приносит ей трудностей. Шейх Ибн Усеймин, да помилует его Аллах, сказал, беременная женщина может быть в одном из двух положений. Первое положение – она сильна, активна и не испытывает трудностей из-за поста, и он не вредит ее плоду. В этом случае она обязана поститься, так как у нее нет причин оставлять пост. Второе положение – беременная не может выдержать пост из-за тяжелой беременности или из-за физической слабости или по другой причине. В этом случае она разговляется, особенно если пост может навредить плоду. Тогда она даже обязана оставить пост. Шейх Ибн Базда, помилует его Аллах, сказал, хукм беременной и кормящей тот же, что и больного. Если для них соблюдение поста становится затруднительным, то им дозволено не поститься. Но когда появится возможность, они должны возместить эти дни, подобно больному человеку. Некоторые ученые сказали, что для них достаточно кормить за каждый пропущенный день по одному бедняку, но это слабое и непредпочтительное мнение. А правильное мнение гласит, что они должны возместить дни поста, подобно путнику и больному, так как Аллах, Субханаву Тааля, сказал, «А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время». Это же подтверждает хадис Атанаса ибн Малика Аль-Каби, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Воистину Аллах снял с мусафира, путника, половину молитвы и пост, а пост он также снял с беременной и кормящей грудью». Передали пять передатчиков, то есть Абу-Дауд, Ан-Насаи, Ибн Маджа, Ат-Тирмиди и Ахмад. Продолжение следует...